Узнавали сегодня о кое-что интересное. Сейчас мы посмотрим, интересно. Отберём этого красавчика. Ну, кстати, я вот сейчас примерялся и понял, что магнит совсем размагнитился, потому что вот штангенциркуль, но он вообще не пристаёт. То есть... Как видно, прям совсем чуть-чуть цепляет. Например, если взять обычный магнитик, то тут прям к этому пристаёт, а к этому вообще нифига. Так что можно смело разбирать. Не боясь то, что он потеряет свою магничность. Оп. Так, что у нас тут покатушки. Ничего нового. вполне похоже вполне похоже на стандартную. Чуть катушка не положил вниз. Так. Тут, блядь, что-то как-то всё хреново. кто-то тут, конечно, лазил своими руками. Ба, ещё хуже. Ага. Сейчас попробую вкрутить болт. там болт упирается во фланец внешний. Пробую за счёт этого выкрутить выкрутить вкру. Пошло дело. Блядь, не видно. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Металл такой тоже, кстати, беленький, наверное, хороший какой-то, мягкий. Все для своих любимых зрителей. Хотя вы знаете, я, наверное, не прав, потому что вот сам керн очень хорошо на магничном, тут прям... Прилично так схватывает. То есть вполне держит свой вес. То есть весит он чуть меньше 6 килограмм. Вот сама вот эта без верхнего фланца, сама вот эта чушка, ну... Себя она поднимает вполне. То есть... Ну и прилично... Надо приложить заметно сильнее здесь на магничном, чем здесь, например. Вот. То есть он тут себя даже и держит. Хотя он, наверное, заметно меньше весит, но намного слабее. Ну, вот у этого моего самого сильненького... 2,9-го... Тут... Ну... Тоже поднимает у себя. То есть... А вот этот почти 10 килограмм весит. Себя держит. Спокойно. И... Оторвать... Ну, я хочу сказать... Блин, сложно нету... Какого-нибудь динамометра без мэна хотя бы. Ну, блин, так по ощущениям... По ощущениям прям... Килограмм тридцать усилия. Вот такое по ощущениям, что прям килограмм тридцать надо приложить усилия, чтобы оторвать. То есть вот я даже... Трясу, он не скидывается. Ну, блин... Это реально килограмм тридцать надо. Ух! Мощь! Мощь! Пятьдесят... Пятьдесят пятый год, а? 2,9 кенапы. Ах! Чу-чу, а магниты в кенапе делать умели, умели. Ах! Сейчас попробуем второй. Что-то, кстати, разная толщина у магнита зазора. Ну, этот... Ну, этот... Блядь... Этот вы, как видите, заметно. Он даже себя не держит. И, ну, тут усилие, ну... Конечно, неплохое, но... Не знаю... Раза в три меньше, чем у того. У этого чуть-чуть побольше. То есть... Не знаю... Ну, я бы дал... Килограмм десять усилия. У этого килограмм пятнадцать. У этого все тридцать. Ну, это... Ну, даже себя не держит. То есть... Ну... Пару кило... Килограмма три усилия. Так что такие дела малята. Ну, давайте вот еще проверим хороший ломовский магнит. Сколько он весит? Ну, весит же килограмм, наверное, шесть-семь с рамой. Ну... Тоже вот не держит себя. Приложим. Не держит. То есть... Свой вес даже не поднимает. Не... Нифига. То есть... То есть получается вот этот керновый магнит, ну, как минимум... Как минимум раза... В два с половиной сильнее, на самом деле. То есть как-то у него по-другому распределяется, видно, магнитный поток. Что у него фланцы практически не магнитятся. Ну, сам он бы магнитится прилично. Еще этот дебильный медный колпачок, без него вообще бы шикарно было. Вот это может бы было. Так что вот так вот. До новых, так сказать, встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok